Всем добрый вечер. Сегодня мы продолжаем занятие по макросам, макопрограммированию. Тема у нас будет 2.04, но мы будем рассматривать все равно предыдущий материал. И начнем мы именно с проверки того задания, которое у нас, у вас точнее, было с предыдущего урока, с предыдущего вебинара. У кого-то есть громкий звук, если можно, Вячеслав, у вас, я вас пока выключу. Итак, что мы прошли? Материалы для занятия 2.03. Была вот такая программа, которую необходимо было доработать. Предлагаю сейчас, во-первых, доработать это. Можете параллельно прислать сейчас в формате чата мне ту программу, которая получилась, и мы в процессе быстренько их рассмотрим. В принципе, более 5-7 программ, насколько я помню, я уже рассмотрел в чате, потому что не дождались занятия и задавали вопросы, либо просто кидали на проверку, поэтому я уже видел, что, как была, происходила работа, можно отдельно скинуть сейчас, и мы их рассмотрим. Вот отдельно я буду их отдельно сохранять. Одна из программ... Ой, ну ладно, я тогда буду отдельно показывать ее в самой системе. Начинаем мы с того, что не тратим время, а посмотрим, с чему мы пришли именно на начало вот этой темы. Итак, делаем вот такой формат. Вот то, что у нас есть изначально. То есть у нас есть 6 переменных, которые определяют начальную координату точки. Это 5,7, значение x и y. У нас есть длина линии 185. Мы решили, что мы будем работать в абсолютной форме и суммировали значение двух координат. Начальная точка от нуля до начала линии, и при этом суммировали ее, то есть прибавили к ней длину линии. Получилось, что переменная 102 плюс переменная 100 у нас являлась значением... Окей, у нас являлась значением конечной точки, куда необходимо переместить инструмент. При этом второй вариант это перемещение в переход в инкрементную форму программирования, в котором мы переходим просто на то расстояние, которое необходимо перейти. То есть уже не учитывая это значение, а просто перемещение на эту же длину. То есть это экономит место, время, возможность. И самое главное, что сделать, это опять вернуться в G90. Данная программа в данном случае имеет одно условие, которое позволяет нам выйти из программы, перейдя с помощью условия if go to на кадр 100 при необходимости, то есть в конце программы. Конец программы это произойдет у нас тогда, когда максимальное количество переменной 104, то есть счетчика максимального, приблизится к нулю. Каким методом это будет происходить? После выполнения каждого действия мы будем сдвигать координату начальную по оси y, а также будем отнимать от переменной 104 одно значение, то есть один. Тем самым переменную 104 у нас можно считать количеством заготовок, которое необходимо выполнить до конца. То есть сколько нам осталось выполнить заготовок. По данному примеру, ну я могу спросить, по данному примеру, есть какие-то вопросы на то, что есть на сейчас? Первый и второй момент. Давайте. Вопрос такой, вот мне непонятно. Вот это, конечно, очень, так сказать, ну классно, переходить с G90, потом на 91, потом опять на 90. Но я бы это сравнил с умением жонглировать и ходить по канату одновременно. Ну это вы бы сравнили, это вполне нормально. Да, да, я еще бы как бы с точки зрения утилитарной работы, вот это прыгание с G90, и когда мы переходим, мы включаем станок, переходим в G91, потом переходим в G90, и все, поехали. Выключаем станок, переходим в G90, а вот эти перепрыгивания туда-сюда, это чревато, значит, какими-то, значит, если, конечно, вы канатоходец и жонглер, тогда, пожалуйста, это классно. Я понял, смотрите. Но с точки зрения начинающего, так сказать, это довольно-таки, тем более, вот перекидывать это в мозгу как-то с 91 на 90, потом опять туда, потом опять сюда. И тем более это запрограммировать. Вот как бы мои такие вот возражения. Хорошо, Юрий, я услышал. Это ваш вариант. По поводу того, что с нуля вы там, с начала, начальные какие-то знания у вас, это абсолютно не связано с темой G90, G91 и какими-то сверхвозможностями. Это вполне нормальный вариант использования указания координат в приращении. Если взять руководство по эксплуатации станка ЧПУ, который может включать там до полторы тысячи страниц, то тема использования инкрементного программирования, она есть буквально на 30-й страничке в книжке, а не на 1395-й, как какие-то супер-мега-сложности. Поэтому, ну это сугубо вы так придумали, что это мы жонглируем тут на канате. Поэтому главное, что вам понятно, что можно так, можно так. Хорошо? Ну хорошо, зачем тогда вот я... Еще раз повторите, пожалуйста, почему мы переходим в G91, потом опять возвращаемся в G90? Это что нам дает преимущество? Какое здесь конкретно? Я понял вас. Преимущество заключается в том, что мы не выполняем никаких арифметических действий. Мало того, что станку в течение одной миллисекунды нет никакой сложности выполнить это действие, что нам логически легче работать, указывая просто то расстояние, на которое необходимо сдвинуться. Например, мы уже находимся в этой точке, а теперь мы хотим сдвинуться на длину паза. И вот мы и указываем длину паза. И логически это в нашем мозге должно отработать еще быстрее. Потому что когда мы, если вы помните, когда мы составляли первый вариант, то не всем было понятно, почему мы переменную 102 прибавляем к переменной 100. Возможно, и сейчас кому-то непонятно, но он уже не спрашивает. А вот еще вопросик. Вот этот слэш перед вот этой выделенной строчкой, это что, ошибка или он что-то значит? Это не ошибка. Это называется блок skip. Это функция пропуска кадра, и он тут указан именно для того, чтобы показать вам, что можно и так, но при этом он закомментирован, он является как бы комментарием. Если же я уберу этот слэш и обновлю программу, то получится двойное действие, двойные перемещения. Он же не закрыт слэш. То есть перед началом записи есть слэш, а в конце его нет. Вы хотите так, я понял, Юрий, это вы придумываете. Не надо формирование мешать с другим, это работает именно так. То есть начало слэша, называется эта функция блок skip, он именно один и указывается именно в начале. И все, и этого достаточно. При этом в управлении станков ЧПУ, при управлении изучается такой режим, либо такая функция, когда на станке ЧПУ оператор активирует эту функцию. Skip on, skip off он называется. А в симуляторах, верификаторах просто есть программная штука. Вот она, видите, skip on, skip off, которая включает, отключает этот метод. В данном случае skip on включен, значит эта строка будет являться комментарием. Также можно ее закомментировать с помощью знака. Давайте все-таки перейдем к теме, потому что мы абсолютно не успеем, не закончим и даже не проверим. Окей? Это оставим уже чуть-чуть на потом. Итак, по данной задаче. Тем не менее, не услышал я ответ, кому не ясно. Всем ясно, но были вопросы, почему так, почему так. Это уже другое. Главное, что логика. Понятно? Теперь, второе. Давайте доработаем ее. Я предлагаю сначала доработать ее. Я доработаю ее и объясню, почему так нужно. По тем заданиям, которые вы присылали отдельно, я не видел таких очень простых выводов и простой доработки. Во-первых, были какие-то непонятные внутренние коды, например, тот же N50, который был между N-кодами. Управляющая программа должна читаться так. N10, 20, 30, 40, 50, 60. Это может быть и 1, 2, 3, 4, 5, но не может быть N50 между кодом, например, N5 и N10. Иначе происходит определенная путаница. Итак, если мы хотим выполнить второе условие, которое бы считало каждые три заготовки для того, чтобы изменить глубину, тогда нам необходимо ввести эту переменную, которая бы считала эти заготовки. У нас есть переменная 104, которая является счетчиком номер 1. Введем еще одну переменную, переменная 106, которая является счетчиком номер 2. И укажем, когда она должна сработать. Она должна сработать, когда мы выполним три заготовки. Итак, по сути, первое условие у нас считает от 19 до 0. Благодаря тому, что после выполнения каждого цикла переменная 104 отнимает от нее 1. То есть при вращении работает в инкрементной форме, отнимая его от нее 1. Во втором случае, добавляя новую переменную, это счетчик номер 2, переменную 106, мы также отрицательно, негативно будем отнимать 1. Но при этом мы не можем использовать одно и то же условие. Мы используем условие номер 2, которое сейчас и пишем. А в этом условии мы напишем следующее. Если наша новая переменная счетчика, то есть переменная 106, тоже дойдет до 0, тогда необходимо выполнить процесс какой? Какой нужно выполнить процесс? По нашему задаче. Что требовалось нам? Изменить глубину. Изменить глубину на 0,5, сколько я помню. Изменяем глубину. Поэтому для того, чтобы изменить глубину, мы можем написать then и изменения. Опять же, в программах ваших опять эти ошибки go to, там M30, либо go to, переменная 100. Go to – это номер кадра. Переменная 100 – это then. Then – это тогда. И выполнение кода go to – это переход на номер кадра. При этом мы не можем использовать здесь then, потому что кроме этой отдельной функции изменения глубины, есть еще другие функции. Поэтому мы опять же используем go to для того, чтобы перейти на кадр. Какой кадр? Go to 200, например. Пусть этот будет кадр после, даже после всего, после завершения. Это не важно. Итак, N200. Что необходимо сделать? Мы пока не пишем. И дописываем дальше. В принципе, пишем. Итак, что нужно сделать? Нам необходимо уменьшить глубину. Переменная 106 эквивалент на 0. Считает у нас… Первое. Считает нам от 3 до 0. Это первое изменение. И второе изменение – это переменная глубины. У нас глубина – это переменная 100… Так, тут 105, тут не счетчик, тут должно быть z, правильно? Вот она, минус 105, тут ошибка z. z минимальный. Мы берем переменную 105. Итак, переменная 105 равняется переменная 105 плюс 0,5. Тем самым мы увеличиваем переменную на 0,5. Почему мы ее увеличиваем, если нужно вниз опускаться? Потому что мы ее тут отрицаем. То есть происходит negation. То есть при изменении assign, изменении знака, и опускаемся в результате мы вниз. 105 равняется 105 плюс 0,5. Сделали. Второе действие, которое необходимо сделать обязательно, это переменная 106. Вопрос к вам. Что нужно с ней сделать? Обнулили. Правильно, Игорь. Ее необходимо обнулить. Почему нужно ее обнулять? Потому что мы пришли и выполнили первый цикл перехода из 3 до 0. То есть 1, 2, 3. Теперь для того, чтобы мы опять попали в это же условие, нам необходимо ее обнулить. Если мы не обнулим ее, то потом вы подумаете и скажете, что будет, если мы ее не обнулим. Переменная 106 равняется 0. Дальше мы возвращаемся в обработку. Это go to 50. Возвращаемся опять в обработку. Итак, у нас есть новая переменная. У нас есть новое условие, которое сработает, если мы выполним 3 переменных. У нас есть выход по условию go to 200 на новый блок программы, в котором мы изменяем глубину на 0,5, обнуляем значение переменной. Ладно, не буду вас мучать. Переменная 106 равняется 3, а не 0. Обнуляем, но мы же начинаем с трех считать. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. И последнее. Правильно, Андрей. И последнее это мы не изменяем ее в каждом цикле работы. Как это делается с переменной 104? Получается, мы считаем только переменную 104. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Нам необходимо считать параллельно 1, 1, 2, 2, 3, 3. Дальше мы считаем следующее. 4, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 7, 1, 8, 2, 9, 3. Поэтому мы отнимаем от текущей переменной счетчика 106 тоже 1, для того, чтобы также ее уменьшать. Проверяем, что получилось на сейчас. Ставим визометрию. Давайте посмотрим, что произошло. Я поставлю, пожалуй, плюс 2 миллиметра. Ну, просто, чтобы было видно лучше. Видно, что уже есть изменение такое, улучшение. Единственное, что не видно. Каждые три идет операция это изменение, либо постоянное уменьшение. Раз, два, три, потом ниже. Раз, два, три. Теперь ставим и смотрим ее в коде ISO, в топ. Вот так. И начинаем. Итак, смотрим. Обратите внимание, вот сюда, переменная 106, это значение 6. Итак, выполнили дальше. 8. Новая глубина. Минус 8. 10. Следующие 3 выполнили. Эта переменная 106 считает. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Она считает по 3 для того, чтобы зайти в блок 200. Посмотрите, сейчас идет обработка. Вторая. Третья. Четвертый раз вышли, изменили. Опять зашли. Третья. Четвертый раз вышли, изменили. Давайте поэкспериментируем. Потом будут вопросы. Давайте проэкспериментируем. Что будет, если я закрою этот код для выполнения? 106 равняется 3. Я его уберу. Какое поведение станка? Все будут уменьшаться мало, больше. Все будут уменьшаться, то есть будут продолжать уменьшаться или как? Или все будут на одной глубине? Не совсем понял. Они будут продолжать, с каждым шагом увеличиваться, увеличиваться. Нет. Какие еще варианты? Останется на одной глубине. Почему? Ну, потому что счетчик уже будет 4, 5, там считать, переменная 106. Почему 4, 5? Мы в другую сторону считаем. Мы же отнимаем. Примерно правильно сказали, да? Но не 4, 5, 6, а в другую сторону. Давайте посмотрим. Итак, убираем. Включаем. Как бы. Вот у нас есть программа. Все, уже подвисло все. Видите, не работает. Уже подвисла наша программа. Что получается? Ну, давайте, подумайте все-таки еще. Подумайте еще. Что будет, если убрать? Уже вам подсказка такая, да? Что программа зависла полностью. И бесконечности будет все ли опускаться? Правильно. А почему? А потому что у нас вот 106 переменная. Это же шаг, насколько надо опускаться. А так как мы указали... Шаг, это счетчик. Ну, это счетчик, да. Так как мы его убрали, он будет бегать до бесконечности. Почему именно будет бегать? Скажите самое главное. Вы сейчас просто предполагаете, догадываетесь. Тут есть очевидный конкретный ответ. Кто знает ответ? Почему будет бесконечность? Почему так? Логически давайте объясним себе. Так, вот кто-то говорит. Он со значением минус будет. Неправда. Не будет он со значением минус. Ниже нуля. Давайте думать. Итак, переменная 104 эквивалентно 0, go to 100. Выполнилось ли условие? Сделали 3, да? Это понятно. 1, 2, 3. Дальше. Итак, переменная 106. От нее мы отнимаем с помощью этого кода. Единичку. 2. Еще раз. 1. Еще раз. 0. Если переменная 106 эквивалентно 0... Будет все время выпрыгивать в номер 200, потому что 106 всегда равна нулю. Правильно. Наконец-то. Итак, мы три раза уменьшили на единичку. Переменная 106 стала 0. Дальше. Переменная 106.0 сработало условие. Если 106 эквивалентно 0, go to 200. Обратите внимание, мы возвращаемся вниз для того, чтобы как бы четвертый раз уменьшить, да? Что мы видим? Переменная 105 равняется 105 плюс 2. Что это изменение? Чего? Глубины. Глубина увеличилась на 2. Дальше. Go to 50 делает возврат на блок 50, который проверяет условие 104. 104 эквивалентно 0? Нет. Оно эквивалентно тому же значению. 106 эквивалентно 0? Да. Эквивалентно. Потому что мы не изменяем 106. Оно и осталось нулю равно. Оно и мы выходим на go to 200 и увеличиваем переменную 105 и возвращаемся на go to 50, который опять проверяет условие. И опять оно эквивалентно 0. Правильно? Мы же уже не изменяем его. В результате мы просто в цикле 0, 0, 0. Посмотрите внимательно переменную 105. Это была вам отличная подсказка. Она равна 13 638. Буквально за 2 секунды система ЧПУ ваша бы досчитала по 2, увеличила, видите, значение 6 до 13 638. Фактически это просто, ну, завис в комп и все. Но это плохо, чтобы не... Не-не. Это нужно немножко уже понимать и разбираться с алгоритмом. Хорошо. Возвращаем, убираем вот эту переменную 106 равняется 3. Я вам скажу по секрету, что 90% слушателей где-то в течение последних 5 лет допускают одну и ту же ошибку, просто забывая про этом обнулении в случае работы.